Несколько слов о православии. На мой взгляд, такая организация, как РПЦ, может быть полезна в будущей судьбе нашей страны. Но лишь в том случае, если они пойдут на радикальную реформу. Потому что в данный момент православие, оно безнадежно устарело. Я думаю, это всем очевидно, и прежде всего это очевидно самим православным клирикам и чиновникам. Ведь сегодня православие – это идеология в законсервированном виде до раскола христианства. До того, как христиане раскололись на западный и восточный обряд. Западный обряд – это Рим, восточный обряд – это Константинополь, Византия. Все мы хорошо знаем, что именно из-за этой слабой, фаталистской идеологии рухнули две величайшие империи – Византия и Российская империя. К сожалению, в обоих случаях именно идеология православия сыграла ключевую трагическую роль. Дело в том, что православие – это такой гибрид христианства и восточной деспотии. Что такое христианство? Это добродетель, это помощь ближнему, это если тебя ударили по левой щеке, подставь правую, такая неконфликтность, миролюбивость. А восточные деспотии, они подавляют личность и используют идеологию как рычаг, инструмент контроля над населением. Ну, понятно, любая религия создана для того, чтобы контролировать большие массы населения, потому что если бы не было религии, если бы вдруг все люди поняли, что можно делать все, что хочешь, и тебе за это ничего не будет, тебя никто не накажет после смерти, никакого рая, ада нет, то многим бы это сорвало крышу. Понятно, что осознанные, образованные, ученые, атеисты, они обладают самоконтролем. Они хоть и знают, что можно все в этом мире, и тебе за это ничего не будет, но они себя контролируют, потому что их разум, их уровень знаний достиг определенной точки, после которой ты становишься, ну, таким просветленным, что ли, немного, мудрецом, наверное. Так вот, православие нуждается в радикальной реформе. Мы живем уже в 21 веке, и если католичество, оно хоть как-то меняется, подстраивается под новое время, там, Папа Римский, например, признал, что земля круглая, да, недавно он там еще выступил с рядом достаточно смелых инициатив, таких либеральных, то православие, оно до сих пор законсервировало Россию в средних веках, в средневековье. Православие должно взять на себя функцию благотворительной организации, благотворительной и образовательной организации. В церквях нужно давать детям знания, не забивать им голову средневековым мракобесиям, а там нужно проводить лекции по физике, по химии, там должен быть бесплатный высокоскоростной интернет 5G. Церкви должны помогать инвалидам, они должны заниматься строительством безбарьерной среды в городах, а не тем, чем они занимаются сейчас. Ну, как бы, то, что они делают сейчас, это было актуально в средневековье, причем еще до падения Византии. В данный момент совершенно другие стоят задачи и вызовы перед государствами. Кроме того, я считаю, что у церкви должно быть свое военизированное подразделение, вооруженное. Это подразделение должно охранять конституционный строй России и ни в коем случае не дать повториться событиям 1917 года. Ведь представьте, что было бы, если бы у православной церкви в 1917 году было оружие. Ну, очевидно, что они бы большевиков задавили в зародыше. Таким образом, нужно действовать и действовать срочно, потому что эта идеология уже дважды в истории доказала, что в ней содержится дефект, какой-то брак. Итак, я изложил вот три, на мой взгляд, реформы, которые могли бы улучшить эту организацию и сделать ее по-настоящему полезной для России и для общества. Спасибо за внимание!